В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная покорению Енисея. Она приурочена к 50-летию пуска первого блока Красноярской ГЭС и к 45-летию окончания строительства станции. В экспозиции представлены 29 работ, написанных сибирскими художниками и переданных в фонд музея еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор графические произведения Девногорских мастеров выставляют впервые. Это работа шестидесятников, художников-шестидесятников, которые писали, что называется, с листа все события, которые брали очень широкий диапазон и непосредственно этапы строительства, и людей, которые непосредственно участвовали в этих начинаниях. И поэтому там небольшой очень объем работы, сейчас их увидите, но тем не менее они удивительно разные, разноплановые. Повторяю, вот каких-то этапов стройки, то просто вот обычных стружеников, очень приятные лица, которые непосредственно художник писал во время их работы, непосредственно документально. И тем, на самом деле, это очень интересно. Коллекция оригинальных рисунков и работ, выполненных в различных техниках из Тампа, представляет большой интерес для изучения истории искусства, графики второй половины 20-го века. С помощью графических приемов художники смогли передать мощь, героизм, трудовых совершений и романтизм на стройки века Красноярская ГЭС. Это не только рассказ о грандиозном событии советской эпохи, перекрытии Енисея и строительства гиганта, но и художественное повествование о людях и природе нашего края. Выставка была очень теплой и с большим интересом принята зрителями. В течение двух месяцев августа и сентября экспозиция будет работать в Государственном историческом музее. Я очень благодарен всем, кто отмечает вот этот большой грандиозный труд, который сделан руками не героев, а простых людей, действительно, самотверженно, отворенными. Делать такой величайший объект, которым гордится вся страна, который является примером мира, потому что Красноярская плотина – это самая надежная плотина в мире.